Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Скоро светлый праздник Пасхи и многие уже задумываются над праздничным меню. В этом видео я покажу вариант пасхального меню из 8 блюд. Это будет пасхальный кулич и крашеные яйца. Также приготовим традиционный праздничный салат мимоза и салат с сырными шариками, несложную и быструю закуску с грибами и вкусные печёночные блины с начинкой. Сделаем красивый и ароматный мясной рулет с сухофруктами и к нему подадим хрустящую картошку из духовки. Сначала приготовим блюдо, которое дольше всего готовится. Первым приготовим пасхальный кулич, поэтому рецепт он получается очень вкусным, мягким и немного влажным. Сначала подготовим изюм. Берем 250 грамм изюма, моем и заливаем кипятком, оставляем на 5 минут. Кипятком заливаем для того, чтобы смыть жирный налет на изюме. Горячую воду сливаем и заливаем изюм коньяком, его можно заменить чаем. Оставляем на 5-6 часов, чтобы изюм напитался влагой, можно оставить на ночь. Готовим опару. В мисочку крошим 30 грамм спиртовых прессованных дрожжей. Прессованные дрожжи можно заменить сухими, их понадобится 10 грамм. Насыпаем 2 столовых ложки сахара от общего количества сахара, всего понадобится 300 грамм сахара. Наливаем 100 миллилитров теплой воды. Перемешиваем до растворения дрожжей и сахара. Сюда же насыпаем 3 столовых ложки муки с горкой. Все перемешиваем венчиком до однородной массы. Миску накрываем крышкой и ставим в теплое место примерно на 20-30 минут. Я поставила в холодную духовку и включила лампочку. Опара подошла. Готовим тесто. В миску разбиваем одно целое яйцо и 4 яичных желтка. Белки позже используем для глазури. Начинаем взбивать и постепенно добавляем оставшийся сахар. Напоминаю, что для рецепта нужно 300 грамм сахара. Из них 2 столовые ложки уже забрали на опару. Сюда же насыпаем 10 грамм ванильного сахара или 1 грамм ванилина. Взбиваем несколько минут до однородного состояния. В яйца добавляем уже подошедшую опару. Все перемешиваем. В миску добавляем примерно половину муки и перемешиваем тесто. Я перемешиваю миксером с помощью насадок для теста. Первая часть муки уже вмешалась. Наливаем 200 миллилитров сливок в два подхода. Сливки берем жирностью 20-30%. После сливок опять добавляем часть муки. Муку для теста желательно брать сильную. Выбираем муку, в которой больше всего белков. Количество белков указано на упаковке с мукой. Я использовала муку, в которой 10,3 грамма белков на 100 грамм муки. Но желательно использовать муку с содержанием белков 12-13 грамм. Добавляем оставшиеся сливки. И в самом конце добавляем оставшуюся муку. Тесто перемешиваем, пока не вмешаем всю муку. Тесто получается не густым и липким. Все тесто перекладываем на стол. Берем 100 грамм сливочного масла комнатной температуры и вмешиваем его в тесто. Тесто с маслом вымешиваем руками примерно 15 минут. В конце насыпаем пол чайной ложки соли и тоже вмешиваем ее в тесто. Вымешиваем еще примерно 3-5 минут. Большую миску смазываем растительным маслом. Тесто кладем в миску и накрываем крышкой. Ставим на расстойку в теплое место. Я ставлю в духовку под лампочку. Если в доме холодно, то можно духовку включить на 20-30 градусов. Прошло 30-40 минут. Тесто подошло. Делаем растяжку теста. Руки предварительно можно смазать растительным маслом. Двумя руками поднимаем тесто посередине, как бы вытягивая. Разворачиваем миску и опять точно так же вытягиваем тесто. Повторяем так примерно 4-6 раз. Опять накрываем тесто крышкой и ставим на расстойку. Вытяжку повторяем каждые полчаса 3 раза. Три вытяжки теста уже сделали. Пока тесто снова подходит, берем подготовленный изюм и выкладываем его на бумажное полотенце. Сверху тоже промакиваем бумажным полотенцем. Если в изюме еще остался коньяк или чай, его нужно слить. Изюм должен быть напитанный влагой и сухой снаружи. Подготовленный таким методом изюм не будет забирать влагу из теста и при замесе равномерно разойдется по тесту. Тесто подошло, выкладываем его на силиконовый коврик, который предварительно смазываем растительным маслом. Тесто распределяем руками в пласт. Высыпаем подготовленный изюм. Вмешиваем изюм в тесто. Кладем в миску и опять ставим на расстойку на 30 минут. Тесто подошло, выкладываем его на стол. Разделяем тесто на части. У меня формочки для выпечки, рассчитанные на 300 грамм теста. Но так как тесто очень сдобное и тяжелое, я буду в каждую формочку выкладывать по 400 грамм теста. Берем часть теста и подминаем его так, чтобы сверху не было изюма, так как при выпечке он будет гореть. В итоге у меня получилось 4 формочки по 400 грамм теста и еще одна маленькая, в которую я положила оставшееся тесто. Формы ставим на расстойку примерно на 1-1,5 часа. Тесто в формочках увеличилось примерно в 1,5 раза. Все ставим в духовку разогретую до 170 градусов. Выпекаем приблизительно 45 минут. Первые 15 минут духовку открывать нельзя. Куличи будут готовыми, когда при проколе деревянной шпажкой она будет полностью сухая, без теста. Готовые куличи достаем из духовки и даем им полностью остыть. Теперь займемся украшением для куличей. В мисочку ломаем одну плитку черного шоколада. Растапливаем в микроволновке несколько раз по 10 секунд. После каждого раза перемешиваем. Будьте внимательны, не перегрейте шоколад. Также шоколад можно растопить на водяной бане. Как только большая часть шоколада растопилась, перестаем его нагревать и продолжаем перемешивать до однородности. Шоколад перекладываем в кондитерский мешок и отрезаем небольшой кончик. Берем емкость с очень холодной водой. Температура воды должна быть около 0 градусов. Чтобы ее так остудить, нужно поставить воду на 30 минут в морозильную камеру или добавить кубики льда. В холодную воду быстрыми движениями выдавливаем полоски из шоколада. Кондитерский мешок держим не у самой воды, а максимально высоко. Они практически сразу остывают в холодной воде. Вынимаем их и скручиваем руками гнездышко. Делать это нужно быстро, чтобы шоколад не успевал терять свои пластичные свойства, иначе он начнет ломаться. Кладем гнездышки на пергаментную бумагу, которая застелена на доске. Из 80-граммовой шоколадки у меня получилось 8 гнездышек. Ставим в холодильник на целую ночь, чтобы шоколад стабилизировался. После холодильника шоколадные гнезда можно брать руками, они прекрасно держат форму и не мажутся. Теперь приготовим яйца. Их можно слепить из покупной мастики, а можно мастику приготовить самому. Самая быстрая мастика готовится из желатина и сахарной пудры. В мисочку насыпаем пол чайной ложки желатина и наливаем 4 чайных ложки воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин на 10-15 минут. Желатин уже разбух. Растапливаем его в микроволновке, нагревая по 10 секунд и перемешивая. В миску насыпаем 130 г сахарной пудры. Наливаем растопленный желатин. Сначала перемешиваем ложкой, а затем руками. Мастика получается мягкая и приятная на ощупь. Это количество мастики разделяем на три части. Каждую из частей окрашиваем пищевыми красителями в голубой, розовый и желтый цвет. Окрашенную мастику сразу же заворачиваем в пищевую пленку. С ней нужно работать быстро, а то она через несколько минут начинает подсыхать. Из каждого цвета мастики лепим небольшие яйца. Если видите, что яйца не держат форму, то добавьте еще немного сахарной пудры и перемешайте мастику. Такую мастику можно хранить в холодильнике. Для этого ее нужно плотно замытать в пищевую пленку. В следующий раз перед использованием ее нужно будет немного разогреть в микроволновке и размять руками. Из этого количества мастики у меня получилось по 6 яиц каждого цвета. Оставляем их на тарелке сохнуть при комнатной температуре. Готовим глазурь для украшения куличей. В миску наливаем 100 г белков, насыпаем 180 г сахара и добавляем щепотку соли. Все ставим на водяную баню. Дно миски должно касаться воды. Смесь постоянно перемешиваем венчиком или ложкой, чтобы не свернулся белок. Нагреваем приблизительно до 50 градусов, пока не растопится весь сахар. Сахар растопился. Снимаем миску с водяной бани. Сразу же начинаем взбивать миксером. После того, как крем частично взбился, насыпаем щепотку лимонной кислоты. Взбиваем до образования красивого гладкого крема, который держит форму. У меня на это ушло примерно 7 минут. Сразу после приготовления глазури наносим ее на куличи. Я предварительно достаю куличи из бумажных формочек. Эта глазурь прекрасно наносится ложкой и не течет. Она отлично подходит, чтобы замазать и спрятать все трещинки на куличах, даже очень глубокие. Сверху, пока глазурь не застыла, ставим шоколадное гнездышко. В него кладем подготовленные яйца из мастики. По бокам посыпаем цветной посыпкой. Оставляем на несколько часов, чтобы застыла глазурь. У меня они простояли целую ночь. Пасхальные куличи получились ароматными и очень вкусными. Нежный, слегка влажный мякиш так и манит его попробовать. Большое количество изюма делает кулич очень желанным для детей. Глазурь по этому рецепту получается мягкой, прекрасно режется и не липнет. Обязательно испеките по этому рецепту кулич. Это один из самых вкусных рецептов кулича и я думаю, он вас тоже порадует своим вкусом. Вторым блюдом приготовим мясо с сухофруктами. Это очень интересный и простой рецепт на праздничный стол. На приготовление уходит немного времени, а результат всегда поражает своим вкусом и красотой. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим сухофрукты. 200 грамм кураги моем и заливаем кипятком на 10 минут. 200 грамм чернослива тоже моем и заливаем кипятком на 10 минут. Свиную корейку моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Делаем в мясе 4 продольных надреза, не прорезая мясо до конца. Вес корейки 1 килограмм 300 грамм. Весь кусок мяса равномерно солим. И перчим черным молотым перцем. На этом можно остановиться, но я еще добавила 1 столовую ложку красной молотой паприки и 1 столовую ложку итальянских трав. Все приправы равномерно распределяем по мясу руками. Заполняем разрезы подготовленными сухофруктами. Чередуем полоски чернослива и кураги. В итоге должно получиться 2 ряда кураги и 2 ряда чернослива. Стягиваем мясо кулинарной нити, чтобы все сухофрукты остались в середине и после нарезки кусочки не распадались. Если кулинарной нити нет, то можно сложить обычную хлопчатобумажную нить в несколько раз. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Перекладываем в нее подготовленное мясо. Сверху мясо смазываем медом. Его понадобится 1-2 столовые ложки. Если мед густой, то его можно немного разогреть в микроволновке. Смазываем растительным маслом. В форму наливаем 150 мл белого сухого вина. Вместо вина можно использовать воду. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 90 минут. Во время приготовления мясо сверху несколько раз поливаем соусом. Мясо готово, вынимаем его из духовки. Сверху мясо накрываем фольгой и после остывания ставим в холодильник настаиваться на целую ночь. Прошла ночь. С мяса снимаем нитки. Нарезаем порционными кусками и подаем на стол. Мясо с сухофруктами получилось очень красивым и вкусным. В нем прекрасно сочетается солоноватый вкус мяса со сладостью сухофруктов. Оригинальный вид такой мясной закуски сразу привлекает гостей на дегустацию. Обязательно приготовьте такое блюдо, это необычно и очень вкусно. Третьими приготовим пасхальные яйца с вот таким необычным и очень красивым рисунком. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Берем три больших сырых свеклы. Трем их на мелкой терке. Можете воспользоваться механической или электрической теркой. В свеклу наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все хорошо перемешиваем. Используйте стеклянную или нержавеющую посуду. Для покраски берем уже вареные яйца и кладем их в свеклу. Аккуратно их закладываем тертой свеклой со всех сторон. Мне в миску за один раз поместилось 8 яиц. Яйца оставляем краситься на 1-2 часа. Если оставить яйца краситься дольше, то они становятся более темные. Через 1 час достаем яйца из свеклы. Быстро и аккуратно промываем яйца водой. Чтобы придать яйцам красивый блеск, покрываем их маслом. Наносим небольшое количество растительного масла на руки и обмазываем каждое яйцо. Можете заметить, что у меня есть яйца темные и светлые. Темные окрашивались всю ночь, а светлые примерно 1 час. Крашеные яйца красиво выкладываем на блюдо. Пасхальные яйца, покрашенные свеклой, получились необычными и красивыми. Готовиться несложно и главное без синтетических красителей. Их настолько легко готовить, что справится каждый. Четвертым приготовим салат мимоза. Салат вкусный и многими любимый с детства. Готовится он несложно и отлично подходит для праздничного стола. Подписывайтесь на мой канал, узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала маринуем лук для салата. Одну небольшую луковицу нарезаем кубиками. Я использую только половину луковицы, так как она у меня большая. Нарезанный лук кладем в небольшую мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Готовим остальные ингредиенты. 3 вареных картофеля трем на мелкой терке. 3 вареных морковки тоже трем на мелкой терке. Чем мельче натереть овощи, тем салат будет вкуснее. 4 вареных яйца разделяем на желток и белок. Белки трем отдельно на мелкой терке. Желтки также трем на мелкой терке. Одну банку консервированной сардины разминаем вилкой. Жидкость нужно предварительно слить. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем салат. На блюдо ставим кольцо, диаметр кольца я выставляю 17 см. Сначала выкладываем слой из картофеля, равномерно распределяем его ложкой и немного утрамбовываем. Картофель немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертую морковь. Равномерно ее распределяем и утрамбовываем ложкой. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Третьим слоем выкладываем рыбу. Равномерно ее распределяем. На рыбу кладем маринованный лук. Наносим сеточку из майонеза. Следующими кладем желтки. Распределяем по всему салату. Не забываем примерно один желток оставить для украшения салата. Сразу же на желтки выкладываем последний слой из тертых белков. Равномерно их распределяем и утрамбовываем. Украшаем салат. По кругу салата кладем веточки укропа. На них насыпаем тертый желток. Имитируем веточки мимозы. Еще больше разных салатов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Салат накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настояться. Салат настоялся. Аккуратно снимаем кулинарное кольцо. Салат готов, можно подавать на стол. Салат мимоза получился очень вкусным и красивым. Он прекрасно подходит на любой праздничный стол. Готовится несложно и продукты все доступные. Следующим приготовим шикарный салат, без которого у меня в последнее время не обходится ни один праздничный стол. Его можно подать как на одном большом блюде, так и порционно каждому. Начнем с приготовления сухариков для салата. Три ломтика батона или белого хлеба нарезаем на небольшие кубики. Нарезанный батон кладем в миску. В отдельную мисочку наливаем одну чайную ложку соевого соуса. Насыпаем одну чайную ложку прованских трав и наливаем одну столовую ложку растительного масла. Сюда же добавляем один супчик чеснока, выдавленный через пресс. Все перемешиваем. Приготовленной заправкой поливаем кубики хлеба и хорошо перемешиваем, чтобы приправы равномерно распределились. Хлеб выкладываем на сковороду и обжариваем сухариками на среднем огне периодически перемешивая. Они должны стать золотистыми и хрустящими. Готовые сухарики снимаем с огня. Теперь приготовим мясо для салата. Одну куриную грудку весом примерно 300 грамм нарезаем на пластинки. Пластинки филе режем брусочками. Мясо перекладываем в миску. Немного его солим. Наливаем одну столовую ложку соевого соуса. Перчим черным молотым перцем. И добавляем одну столовую ложку растительного масла. Все перемешиваем и оставляем мариноваться на 15 минут. Пока маринуется мясо, подготовим сырные шарики. Небольшой пучок укропа мелко нарезаем ножом. В мисочку кладем 50 грамм сыра фета и разминаем его вилкой. Сюда же добавляем 50 грамм сливочного или творожного сыра. Выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс. Перчим черным молотым перцем. И насыпаем укроп. Все перемешиваем. Из приготовленной смеси формируем небольшие шарики. Один шарик это примерно 1 чайная ложка сырной массы. Мясо замариновалось. Выкладываем его на хорошо разогретую сковороду. Жарим филе на огне чуть больше среднего, периодически перемешивая. Обжариваем до красивой румяной корочки. Готовые обжаренные кусочки филе снимаем с огня. Готовим остальные ингредиенты для салата. Пол кочана небольшой пекинской капусты мелко шинкуем ножом. Вместо пекинской капусты можно использовать листья салата или смесь салатной зелени. Один сладкий красный перец нарезаем пластинками, а затем пластинки режем брусочками. Одну красную луковицу нарезаем полукольцами. В миску кладем пекинскую капусту, перец, лук и приготовленное филе. Все перемешиваем. Салат перекладываем на большое блюдо и равномерно его распределяем. Готовим заправку для салата. Берем 1 столовую ложку майонеза и наливаем 1 столовую ложку соевого соуса. Перчим черным молотым перцем. Сюда же добавляем примерно 1 столовую ложку сока из апельсина, его можно заменить лимонным соком. Все перемешиваем. Приготовленной заправкой равномерно поливаем салат с помощью ложки. Все посыпаем сухариками. Сверху на салат аккуратно выкладываем сырные шарики. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился красивым и очень вкусным, в нем прекрасно сочетаются все ингредиенты. Мясо придает салату сочность, капуста и перец легкость, а сырные шарики и сухарики особый пикантный и неповторимый вкус. Обязательно приготовьте такой салат, это очень вкусно. Шестой приготовим закуску грибочки в беконе. Готовится она просто и очень быстро. Такая закуска отлично подходит для любого праздничного стола. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 350 г шампиньонов кладем в миску. Грибы немного солим и перчим черным молотым перцем. Для закуски нужно выбрать грибы среднего размера. Все перемешиваем. Берем копченый бекон, нарезанный пластинками и срезаем у него шкурку, если она есть. Пластинок бекона должно быть столько же, сколько и грибов. У меня получилось 11 штук. Каждый подготовленный грибочек заматываем в полоску бекона. Концы бекона закрепляем деревянной зубочисткой. Таким методом заворачиваем все грибы. Подготовленные шампиньоны переставляем в форму для выпечки. Также на моем канале есть и другие вкусные закуски. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. 50 грамм сыра трем на мелкой терке. Тертым сыром посыпаем сверху грибы в беконе. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 15 минут. Горячую закуску достаем из духовки и сразу же вынимаем зубочистки. Блюдо, на котором будем подавать закуску, украшаем листьями салата. Закуску с грибами выкладываем на блюдо и подаем на стол. Закуска грибочки в беконе получилась очень вкусной и красивой. Готовится легко и достаточно быстро. Приготовить такую закуску сможет каждый. Шампиньоны в беконе вкусные как в теплом, так и в холодном виде. Седьмой мы приготовим печеночные блины с нежной яичной начинкой. Такие блины – это прекрасная закуска, как альтернатива вместо печеночного торта. Готовятся они несложно и с их приготовлением справятся даже начинающие кулинары. Начнем с приготовления печеночных блинов, а уже потом займемся начинкой. Берем 600 грамм говяжьей печени и снимаем с нее всю пленку. Печень нарезаем не очень большими кусками. Также можно использовать свиную или куриную печень. Куски печени кладем в измельчитель. Измельчаем до однородного состояния. Также печень можно измельчить и при помощи погружного или стационарного блендера. Готовую массу выливаем в миску. Я измельчала в два подхода, так как за один раз все не помещается. Сюда же разбиваем 3 яйца. Перемешиваем. Наливаем 300 мл молока. Солим 1 чайной ложкой соли и перчим черным молотым перцем. Опять перемешиваем. Добавляем примерно 60 грамм муки. Все перемешиваем. В самом конце в тесто наливаем примерно 2-3 столовых ложки растительного масла. Опять перемешиваем. Жарим печеночные блины. Хорошо разогретую сковороду немного смазываем растительным маслом. Печеночное тесто перед каждым блином немного перемешиваем. И наливаем на сковороду, распределяя его по сковороде. Если тесто густое и плохо распределяется по сковороде, добавьте в тесто еще немного молока. Если жидкое, то добавьте муки. Жарим сначала с одной стороны до золотистой корочки, а затем переворачиваем на другую сторону. Готовый блин снимаем со сковороды. Таким методом жарим все блины. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 19 блинов. Теперь приготовим нежную яичную начинку для печеночных блинов. 4 вареных яйца трем на крупной терке. Измельчаем пучок укропа. Подготовленный укроп добавляем к яйцам. Сюда же добавляем 200 грамм плавленого сыра. Я использую сыр янтарь. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс. Все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Начиняем блины. Кладем блин и смазываем его по всей поверхности приготовленной яичной начинкой. Этого количества начинки хватает примерно на 8 блинов. Аккуратно сворачиваем в рулет. Таким методом начиняем все блины. Печеночные блины с яичной начинкой получились очень вкусными. Они нежные и мягкие за счет яичной начинки. Готовятся они сложно и достаточно быстро. И на горячее к мясу приготовим картошку в духовке. Румяную, аппетитную и хрустящую. Это очень вкусное и простое блюдо, с приготовлением которого справится каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Примерно 1 кг картофеля чистим от кожуры и моем. Картошку разрезаем сначала пополам, а затем каждую половинку нарезаем дольками. Подготовленный картофель кладем в кастрюлю. Все заливаем водой. Ставим на огонь. Как только картошка закипит, снимаем ее с огня и сливаем воду. Варить ее не нужно. Картошку солим по вкусу. Насыпаем 1 столовую ложку приправ для картофеля. Или можно просто посыпать сладкой молотой паприкой. Перчим черным молотым перцем. Добавляем через пресс 2-3 зубчика чеснока. Наливаем 2-3 столовых ложки растительного масла. Все перемешиваем, чтобы приправы равномерно распределились по картошке. Большой противень от духовки смазываем растительным маслом. Выкладываем на него картошку и равномерно ее распределяем по противню. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 40 минут. Картошка запеклась. Подаем ее на стол в горячем виде. Также на моем канале есть и другие меню на пасхальный стол. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Картошка в духовке, приготовленная таким методом, получилась очень вкусной и ароматной. Сверху у нее хрустящая корочка, а в середине она мягкая. Такая картошка отлично подходит для приготовления как на праздничный стол, так и на каждый день. Если вам понравилось такое меню на праздничный пасхальный стол, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!